Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире, BlackRock, Ларри Финк, заявил о том, что он разобрался в биткоине, изменил свое мнение относительно того, что это трэш и считает это новым цифровым золотом. Разбираемся, откуда такие заявления, для чего они сделаны и что нужно сделать, чтобы заработать на этом заявлении. Знаете, есть такой фильм «Замечательная иллюзия обмана», где звучит вот такая вот фраза. Чем внимательнее смотришь? Чем внимательнее смотришь? Так вот, находитесь ближе и еще ближе. Когда человек тебе впрямую говорит о том, что я полностью пересмотрел свою позицию и считаю, что биткоин действительно является цифровым золотом, давайте посмотрим на следующую информацию. Вот здесь вы видите описание фонда iShares BlackRock, который как раз таки и формирует ETF на биткоин. С запуском фонда, который произошел в январе 2024 года, есть такие ограничения. Ограничение касается того, каковов размер вознаграждения BlackRock за управление данным фондом. То есть, если размер фонда менее 5 миллиардов долларов, то BlackRock получает в два раза меньше вознаграждения. Это вознаграждение составляет 0,12% от объема активов, которым управляет фонд. Если говорить о том, какие условия стандартного вознаграждения в 0,25%, эти условия возникают или при достижении фонда в 5 миллиардов долларов, или по прошествии 12 месяцев с момента запуска фонда. Что сделал человек своим одним единственным предложением, которое было озвучено на самом популярном новостном канале, который смотрят трейдеры и спекулянты CNBC. Одним предложением человек сказал, ребята, был неправ, покупайте биткоин. Что ему нужно? Ему нужно, чтобы фонд дополнился до 5 миллиардов долларов, потому что, если этого не произойдет, по итогам 2024 года BlackRock получит вознаграждение не больше 6 миллионов долларов. А если перевалит за 5 миллиардов долларов, то вознаграждение будет как минимум порядка 12,5 миллионов. Классная работа, согласитесь. То есть, сказать одно предложение, чтобы просто заработать 6,5-8 миллионов долларов. Почему я записал видео? Видео достаточно короткое, но я просто вам хочу показать, каким образом сейчас работают информационные ресурсы. Все больше и больше людей, которые выходят на рынок, это молодое поколение. Молодое поколение, к сожалению, оно прямолинейное, оно не видит каких-либо скрытых посылов, скрытых смыслов. То есть, все принимают за чистую монету. Для молодого поколения то, что написано в Википедии, является первоисточником информации. Причем, если вы посмотрите, каким образом формируются статьи в Википедии, то любой человек может написать абсолютно все, что угодно. Проверить и перепроверить эту информацию практически невозможно. Объем контента, который создается искусственным интеллектом, тоже достаточно большой. И очевидные или фейки, или недостоверные информации, они могут быть представлены в форме первоисточника информации. И на основе этой информации люди принимают инвестиционные решения. С одной стороны, сложнее становится разбираться, с другой стороны, возникает возможность для подобного рода манипуляций. Именно потому, что я наблюдаю в последнее время большое количество подобного рода проблем, которые возникают у молодых людей. Я создал отдельный гайд, достаточно простой, как сделать первые шаги в инвестициях, на что стоит обращать особое внимание. И какие первые вопросы вы должны задавать себе при инвестировании. И ответы на какие вопросы должны получить для того, чтобы инвестиции были эффективными. Когда мы говорим про эффективные инвестиции, речь в первую очередь идет о том, чтобы не потерять то, что уже заработано. Гайд абсолютно бесплатный, забрать вы можете его по ссылке в описании к данному видео. Забирайте, пользуйтесь, избегайте большинства ошибок, которые совершают начинающие инвесторы. Стало ли после того, как Ларри Финк сказал о том, что я пересмотрел свое мнение относительно биткоина, это новое цифровое золото, изменилось ли все то, о чем я говорил вот в этом видео? Начал ли биткоин после этого создавать прибавочную стоимость? Изменился ли алгоритм получения прибыли от этого актива? То есть основной алгоритм получения прибыли от биткоина это изменение цены. Это дисбаланс спроса и предложения. То есть человек своим словом, своим авторитетом привел к тому, что он стимулирует спрос на биткоин. Соответственно биткоин начинает расти. Первое, что получается таким образом, ажиотаж к фонду, ажиотаж к биткоину. Второе, когда эта новость разлетается по информационным агентствам, которые тоже отличаются тем, что они особо не перепроверяют информацию, это приводит к тому, что эта новость становится популярной. И люди, которые даже не инвестируют в фонд, они сами начинают прямую совершать покупку биткоина. Потому что же Ларри Финк сказал, что это цифровое золото. И поэтому же это узнает сосед и будет покупать, и поэтому я куплю раньше, чем купит сосед. И это еще больше разогревает спрос, который приводит к росту цены биткоина. И таким образом получается, что вы сказали одно предложение. По факту у вас размер фонда все равно увеличится. А, он у вас увеличится за счет притока новых клиентов, которым комфортно инвестировать в крипту через данный фонд. Второе, это то, что цена самого биткоина, который уже в фонде куплен, начнет расти. И соответственно у вас может даже быть не приток новых клиентов, а у вас просто изменяется стоимость чистых активов фонда и переваливает за 5 миллиардов. Вы в любом случае, а скорее всего это и эта ветка, и эта ветка, увеличиваете спрос, увеличиваете стоимость чистых активов фонда и непосредственно от этого зарабатываете. Какие выводы? Выводы простые. Покупайте фонд BlackRock, если вы находитесь вне российского периметра. Потому что у него отличный руководитель, который может манипулировать ценами на те активы, которыми он непосредственно владеет. Стал ли от этого покупать лично я криптовалюту и биткоин? Нет, не стал. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но все-таки и вам не советую. На этом у меня, ребят, все. Оставляйте свои комментарии, что думаете по этому поводу. Или действительно вы на стороне нашего Ларри Финка, что вы тоже во всем разобрались и это новое цифровое золото. Пока-пока, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok